Здание правительственного канала ИКС губернатор Овсяников хочет отдать национально-культурным обществам. Об этом он заявил на заседании Совета по вопросам межнациональных отношений в правительстве города. На нехватку помещений пожаловалась директор Севастопольского городского национально-культурного центра. В центре постоянно проходит заседание президиума Совета МКУС, рабочее совещание многочисленных обществов, их у нас порядка 30. По сути дела, наш центр давно стал местом встреч многочисленных делегаций, которые приезжают со всех концов России. Так как департамент по имущественным и земельным отношениям не нашел здания для центра, губернатор Овсяников предложил как вариант помещение на площади адмирала Федора Ушакова, где в настоящее время размещается информационный канал Севастополя. Пытались найти здание, этот вопрос неоднократно, на всех трех наших советах обсуждается. Не нашли. Вот сейчас обсуждаем, либо у меня ничего не планируют. В ближайшие полгода переехать, да, много зданий? Да. Наконец-то. Наконец-то приехал. Много зданий? Отремонтировать. Соответственно, возможно, и ваше здание, которое вы сейчас занимаете, и сквей, использовать в центре. Напомним, в конце 2017 года правительство Севастополя купило для своего телеканала ИКС здание бывшего ночного клуба на мысе Хрустальном. Покупка обошлась в 118 миллионов рублей. Уже тогда чиновники говорили, за покупкой последуют серьезные траты на ремонт. Переехать в новое здание руководство ИКС изначально планировало в 2018 году. Согласно информации сайта госзакупок, на ремонт здания потратят 72,5 миллиона рублей. Аукцион должен пройти 21 января, а завершить работы на объекте планируют к 31 мая. Несмотря на это, в эфире правительственного телеканала ИКС выходят сюжеты, в которых журналисты утверждают, что канал ожидает закрытие из-за нехватки финансирования, которое в этом году было урезано с 60 до 20 миллионов. Такое решение, уточним, было принято законодательным собранием по предложению заместителя губернатора города Ильи Пономарева. Намерение правительства потратить 72,5 миллиона рублей на ремонт здания для канала ИКС ставит под сомнение правдивость утверждений журналистов.